Итальянские предприниматели расширят сотрудничество с Башкортостаном. Об этом заявил организатор общества взаимодействия деловых кругов республик Андреа Бетони на заседание Ассамблеи народов Евразии. Несмотря на временное затруднение с логистикой, оплаты через банки, итальянские предприниматели в сфере машиностроения, проектирования, а также общепита готовы искать новые пути взаимодействия и обсуждать дальнейшую совместную работу. Так в ходе встречи прозвучало предложение расширить сеть итальянских ресторанов «Элио» и открыть новые заведения на Павловском водохранилище в Нефтекамске и Октябрьском. Кроме того, инвестор в дальнейшем планирует самостоятельно производить всю необходимую продукцию, чтобы не зависеть от импорта. Мы тоже хотим использовать наш опыт, чтобы производить здесь сразу некоторые итальянские продукты. Как, например, ветчину, сыр, салями, вино. И чтобы мы могли продолжать здесь работы, потому что в Башкеве есть очень хорошие ресурсы и продукты. Представители организации «Сант-Агостино» вручили Андрею Назарову благодарность за содействие в экономическом сотрудничестве Италии и Башкортостана. Уже в ближайшее время стороны разработают стратегию по дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений. Ассамблея народов Евразии как раз является некой площадкой для такого сотрудничества и для активизации, такого диалога. И сегодняшний завтрак тому лишнее подтверждение. Поэтому, если вы настраживаете этого направления, находитесь. Поэтому спасибо и призываю, в общем-то, и сегодня так эффективно поработать с утра. Ну и в последующем, в общем, активизировать нашу деятельность и все вопросы, которые так или иначе направлены на увеличение нашего товарооборота, либо на присутствие наших итальянских коллег в Башкортостанской экономике, мы будем их приветствовать, поддерживать. Добавлю, последующие заседания Ассамблеи народов Евразии пройдут с участием торговых представительств России в странах, которые имеют с ней общую таможенную зону. Например, Киргизии и Армении. В том числе и в дальнейшем планируется открытие торговых домов на их территории.